всем привет сегодня я расскажу как рисовать розу розы обычно все боятся но я выбрала достаточно простую форму как для розы я думаю что для вас не составит труда сделать контур я его подготовила заранее контур можно делать как светлым как светлым так и цветным либо либо черным но черный я думаю что для такого светлого цветка будет лучше какой-то более менее нейтральный контур то есть если у вас нет возможности найти какой-то светлый лайнер возьмите просто светлый карандаш и она будет цветок точнее будет смотреться намного легче в итоге вот наша роза такая она должна у нас получиться или приблизительно такая так как это все-таки скетч они ботаническая иллюстрация вот так что приступим я начинаю из самых светлых мест и стараюсь не делать их в полную силу то есть покажу еще раз то есть если у нас есть такие вот самые темные места я их намечу темным но оставляя возможность для того чтобы в конце можно было их подправить то есть если мы с самого начала будем брать полную силу у нас может получиться так что мы перетемним работу если вы уверены в своих силах вы можете сделать сразу насыщенные цвета настолько насколько они здесь на фото но если вы сомневаетесь просто рисуйте точно так же но оставляйте как бы полтона для того чтобы можно было в конце подправить приступим я буду рисовать начало я буду рисовать вот этими двумя цветами r-115 и r-114 то есть они будут по сути основные по всему рисунку все остальные будут дополнительные сначала я прохожу более светлым цветом и потом затемняю более темными начинаю с середины так как это как бы центр который притягивает больше всего внимания начинаю отсюда для того чтобы у нас получилось похоже на лепестки я стараюсь делать штрихи по направлению прожилок то есть вот так вот от основания к краю то есть от самого темного места к самому светлому и беру чуть темнее затемняя хотя бы не та сторона хотя здесь можно добавить и сразу немного потемнее потому что эти слишком слишком мягкие оттенки давайте возьмем сразу 63 и просто наметим себе здесь более темные участки намечаю общую общую форму лепестков и обозначают то как они где у них тень то есть они заворачиваются внутрь то есть там должно быть темнее я начинаю обычно рисовать именно с темных мест то есть светлые я буду буду также прорисовывать но чуть позже то есть все будет идти вместе но если у нас есть очень светлые места лучше их оставить на потом потому что мы не можем не угадать и перетемнить тогда нам придется затемнять всю всю работу стараемся повторить направление прожилок на лепестках то есть штрихи лучше всего ложить по направлению положить прожилок можно заштриховать как угодно но тогда в конце вам будет как бы сложнее передать направлением направлении формы то есть направление этих прожилок вы их можете дорисовать но так будет проще и она будет красивее в конце беру r74 добавляю его сюда немножко в темные так как здесь мокрые пятна пока она высохнет будет немножко светлее это r114 более светлый и продолжаем дальше больше более более светлыми комбинируя их вот с этими с этими которые у нас уже есть кстати интересно смотрится когда сочетается два цвета то есть два цвета по по разной температуры так наверное будет лучше сказать то есть если у нас вот допустим здесь на свету у нас теплый получился а в тенях холодной и даже я не знаю видно ли вам передает ли камера но видно что уже у нас еще почти ничего нет но уже становится интересно за счет того что здесь более такой желтый оттенок а здесь более розовый то есть оно цветок не будет выглядеть монохромным так как будто вы нарисовали его в один одним цветом и или одной растяжкой то есть если у вас есть такая возможность комбинируете разные цвета по разной их температуре или в идеале то есть чтобы проще понять можно брать цвета просто из разных линеек то есть если я беру r114 и допустим r74 то есть это две разных линейки и понятно что цвета здесь разного оттенка немножко я намечаю темные места но очень осторожно просто чтобы ощущалось общая форма чтобы у нас цветок не получался плоским что более светлые у нас есть совсем мягкий переход сейчас здесь мокрое пятно но оно высохнет и будет намного намного светлее я думаю что мы будем эти места скорее всего еще затемнять но посмотрим так и здесь у нас такой мягкий мягкий свет но поскольку лепесток имеет форму здесь будет все равно какая-то легкая тень мы намечаем самым одним из самых светлых цветов идем дальше более темными r63 в тени намечаю вот эту тень тоже она будет не полную силу но потом мы ее подправим как как нужно и сюда r114 чтобы показать вот эту тень но не перетемнить ее потом мы сюда сейчас добавим еще немного темнее цвета чуть темнее чтобы подчеркнуть тень кстати за счет того если вы рисуете допустим цветок и вы хотите сделать какое-то место более светлым это можно сделать просто затемнив соседнее место то есть все в соотношении то есть если мы хотим показать что вот эта часть светлая мы оттеняем ее темными темными участками и она как бы сама собой окажется светлой даже если мы ее зарисуем а мы ее все-таки зарисуем немного сейчас но она будет сравнительно вот с этими темными пятнами она будет казаться практически белой то есть по сути очень легко подчеркнуть подчеркнуть форму пользуясь таким принципом здесь у нас лепесток заходит внутрь то есть он так вниз прогибается здесь у нас получается такая тень она совсем легкая я не хочу использовать серый или фиолетовый потому что здесь на фото я вижу что здесь есть такой более холодный оттенок его можно сделать или каким-то слегка фиолетовым или серым но не хочу сюда вливать другой тон пускай будет весь цветок в таких в таких тонах мягких осторожно подвожу вот эту тень почему осторожно потому что r114 вроде как бы светлый цвет но мне кажется что его может быть слишком много уже на вот этих светлых участках а тень нужно будет еще потом подвести еще раз если вы допустим рисуя вот вот такие самые светлые места где-то перетемнели и вам хочется сделать более светло не спешите заливать что-то темнее вы можете взять скажем блендер чистый меня здесь пока все устраивает но я просто покажу вы можете просто взять блендер и пройтись по тому где вы уже рисовали только один нюанс нужно проходиться чтобы оно было аккуратно нужно делать большие штрихи и не останавливаться на одном месте которые вы хотите высветлить то есть если вы так поводите и у вас получится пятно с четким контуром контуром будет сложно избавиться но если вы будете вести вот так как я сделала видите она так мягко мягко как это разъедает свет и получается не видно контура просто высветлится немножко оттенок беру r 115 и продолжаю здесь добавлять вот эту тень и перехожу на вторую здесь гораздо темнее по сути можно добавить наверное 63 посмотрим как будет на здесь самые уголки тоже так как цветок объемные здесь у нас по сути самый краешек нам нужно его подчеркнуть и опять же подчеркнуть вот эту тень падающую от верхнего лепестка и и 115 растушевываю вот это все по сути на на лепестках нет таких слишком жестких теней здесь так что можно спокойно растушевывать все в такие плавные плавные ингредиенты и 74 подвожу еще немножко немножко в тенях видите я делаю не полностью тень а только у самого основания то есть где они сходятся оно как-то получается мне кажется интереснее но я думаю что мы к этому месту еще вернемся а пока продолжим по светлому беру r 115 и делаем вот этот лепесток он по сути очень светлый и здесь очень слабо заметно как идет как идет тень по нем но мы видим что вот эта часть это вверх и сюда он загибается то есть здесь у нас вот здесь у нас везде мягкая мягкая тень мы самым светлым цветами и обозначаем но оставляем вот это место самое светлое вообще его не трогаем потому что здесь и здесь вот здесь и остаются самые самые светлые места совсем слегка просто намечаем вот вы видите у нас уже лепесток так загнулся сюда вниз у него уже появился такой изгиб хотя но опять же она сейчас высохнет и будет немножко светлее наверное чем нужно здесь вот мы у нас есть прожилки такие маленькие на кончиках лепестков мы их тоже можем обозначать просто подчеркиваю то есть не обязательно прям я считаю что не обязательно прям точку в точку повторить все как на фото потому что мы все-таки рисуем скетч и для нас главное передать характер и общее ощущение от того что мы видим то есть если здесь такие мягкие края мы можем просто сделать несколько штрихов и делаем подчеркиваем вот этот изгиб тоже самым светлым переходим сюда в тени я делаю пока светлым но здесь нам где сейчас еще затемнеть попробуем сразу восемьдесят четвертым и сто четырнадцатом развожу размываем границы у нас получается такая мягкая форма пока так и заливаем вот этот контур давайте возьмем 63 потому что место все-таки темные и в тени она не будет таким светлым как здесь на верхних участках я им прохожусь по всему но опять же рисую от от центра цветка то есть отсюда к краю потому что край все-таки более светлый там глубина и туда солнце но света не так много поступает то есть даже рисуем направляем делая штрихи из как бы в правильную сторону в правильную для для нашего цветка то есть мы уже помогаем себе передать правильную форму такое как нам хочется то есть в любом случае вы видите что здесь уже темнее здесь уже светлее хотя мы еще раз делаем тень затем не немного ближе к основанию это я подчеркиваю еще вот эти вот изгибы их там практически нет то есть не видно практически ничего но я нарисовала вот эти маленькие не знаю эти маленькие штучки на краешке лепестков и я думаю чтобы их хорошо их подчеркнуть будет лепесток казаться более похожим на лепесток более нежным от того что мы видим что маленькие такие неровности есть и 74 затемняю еще немножко вот это и вот эти серединки но только у основания то есть я не веду его до края и здесь тоже здесь тень кстати здесь очень маленький такой участочек но здесь видно что тень как раз темнее на краю они они внутри там рефлекс и будет красиво вот видите что кажется как бы он заворачивается если вот сделать так то есть оставить ближе сюда света а сюда темное хотя маленький участочек но тем не менее можно обращать вот на такие маленькие штучки внимание и этим самым подчеркнуть общую общую форму здесь также намечаем тень мы по сути по чуть-чуть делаем общий тон все всего цветка намечаем тень я делаю это самым светлым но хочу чтобы был мягкий переход от тени к свету более темным сюда в серединку здесь опять же фиолетовый цвет как я уже сказала то есть не фиолетовый там такой холодный я не буду таких использовать мне будут только красные с холод холодного и теплого оттенка здесь маленькая прожилка такая по сути пока используется вот верхних четыре цвета все остальное будет дополнение то есть мы общую форму сможем сделать этими этими четырьмя нам понадобится только темные для того чтобы сделать более глубокие тени и вот эти которые более оранжевые просто чтобы сделать более желтый оттенок на цветах так на этом лепестке точно также у нас здесь тень от верхнего лепестка и он загибается сюда нам нужно также как мы здесь обозначали отметить тоже что он загибается туда немножко я беру самый светлый цвет сто пятнадцатый и рисую им вот этот загиб здесь у нас свет мы его не трогаем и скорее всего здесь мы будем стараться практически не заходить тоже цветом то есть будем вести так в стороны я делаю быстрые штрихи кстати потому что если мы будем медленно вести кисть она будет отдавать больше чернил если быстро если даже это темный цвет хотя у нас светлый если даже это темный цвет он будет более светлым казаться то есть если мне надо совсем немного от этого тона которым я рисую я просто делаю быстрый штрих и получается что тон светлее намного маркер просто не успевает дать столько чернил чтобы с такой скоростью заполнить все и у нас получается красивый мягкий градиент за счет этого здесь маленький такой хвостик тоже его подчеркнем и вот эти штучки тоже можно себе наметить и и обычно я использую много оттенков и сочетаю более холодные но у меня нет к сожалению такого холодного чтобы сделать вот здесь в тенях там видно что под самым лепестком он вроде бы светлее того вот этих двух что у меня но они холоднее можно было бы добавить и сделать такое свечение красивое здесь если у вас есть можете попробовать так так сделать то есть вот эти штрихи что я делаю сейчас сделать более холодным более холодным розовым это даст и вот здесь она как рефлекс идет от этой стороны сделает более сложный цвет то есть тоже что у нас здесь более желтый более холодный розовый беру 63 и добавляю сюда у нас такая мягкая форма пока получается но потом когда мы закрасим вот эти темные места у нас это все будет казаться почти белым и необъемным то есть по сути такая светлость рисунка сохраняется просто за счет того что рисуем постоянно светлые светлые цвета а самые темные оставляем оставляем на самый конец так и опять самым светлым r 115 делаем вот опять же здесь загибаются вот эти части лепестка и они так немножко по диагонали идут вот так и намечаем их и оставляем светлым самый 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 верх здесь немного тень вот лепестка насколько я вижу совсем легкой но дальше оставляем свет и здесь свет он как бы что так заворачивается и оттеняем край то есть получается у нас весь лепесток как круг то есть идет свет и здесь 3 получается такой вот уже он за заворачивается кажется тут главное не перетемнить вот эти светлые участки потому что мы видим мы видим что здесь есть все таки цвет какой-то но когда мы начинаем набирать вот у меня сейчас она просто мокрая бумага она кажется темнее сейчас высохнет будет немного светлее но тем не менее мы пока рисуем нам хочется добавить цвета настолько чтобы мы его замечали но если сравнить с темным участком у нас уже получается не тот контраст то есть нужно когда вы рисуете самые светлые места постоянно сравнивайте их с самыми темными то есть как оно смотрится по отношению к вот к этому месту например сейчас мне нужно сюда еще добавить а сюда уже не трогать потому что очень легко затемнить работу просто за счет того что вы светлые местам будете рисовать и более насыщенно чем они есть и тогда вот тогда получается то что работа более более темные либо либо кажется что не хватает объема но это просто потому что ну то есть могут быть разные варианты конечно но скорее всего просто потому что затемнялись хотелось передать вот этот свет и слишком много далось сделали тона на свету то есть на свету нужно совсем немного и работать над тенями здесь также у нас заворачивается он сюда и мы стараемся передать передать вот этот поворот поворот лепестка я делаю мягкие штрихи они прямо раствора растворяется в вот сюда на свету здесь тоже осторожно я обозначит только вот эту часть в тени и все оставляю это все светлым посмотрим как будет наш цветок смотреться по отношению к темным когда мы заполним эти участки здесь можно холоднее розовые и такие тени совсем такие малюки здесь так оставляем и идем дальше к светлым к этому и к этому давайте с этого наверное начнем хотя здесь можно сразу более более насыщенный цвет брать я возьму наверное и сто четырнадцатый оставляем опять же смотрим у нас есть светлые места вот здесь здесь примерно и здесь то есть мы на них вообще ничем не заходим они должны остаться чистыми так и четырнадцатый уже слегка темный сто пятнадцатым растворяю вот это оставляю здесь слегка тень так и добавляю семьдесят четвертый вот сюда в самые темные самые темные места и заполняю и мне до конца сейчас я его растушую в сторону чтобы получился у нас рефлексов этого цвета беру 63 и и им делаю растяжку и сто пятнадцатый самый край у нас получается такой рефлекс и продолжаю здесь тоже мягким тоном но добавляю опять 63 сюда ближе к краю лепестка и вы видите мы делаем за счет того что я делаю более темные участки эти лепестки которые казались до этого более как бы насыщенного цвета они на них сейчас практически незаметно того что здесь есть цвет то есть заметно но ну совсем несущественно просто за счет того что мы сделали более темные уголки а если бы мы начинали делать сначала уголки а потом затемнять вот это мы бы сделали это намного намного темнее чем чем нужно хотя можно подправить но я думаю что лучше лучше делать делать светлее если что исправлять потом уже когда будет видно общий когда будет виден общий тон работы вот этот последний почти последний опять у нас вот здесь свет вот здесь у нас самый светлый участок и мы на него не должны в принципе заходить вообще никак и здесь наверху тоже он загибается переходит вниз у нас здесь светлый участок который мы тоже не трогаем все остальное будем зарисовать просто мягким тоном совсем слегка потому что мы видим что у нас здесь есть темный участок и он должен оставаться темным по отношению к этой тени то есть тень должна быть такая очень мягкая и и и не очень заметная вообще рисовать такие светлые цветы это как как медитация потому что слишком много вот таких светлых участков которые на первый взгляд когда мы смотрим на фото они не заметны и кажется что это просто белые пятна белые пятна и лепестка здесь здесь и это все без цвета практически но на самом деле когда начинаешь рисовать то уже становится более заметно заметно вот эти все переходы и можно более тонко это все показывать и здесь смотрите здесь у нас есть я повернула работу но здесь у нас на лепестке есть очень относительно темная тень но обратите внимание что на ней есть также рефлекс как такой же как мы делали здесь то есть у нас тень посередине внизу темнее а сверху светлее но вот эта часть которая в самом низу она должна быть темнее чем самое светлое я надеюсь что вы поняли но сейчас посмотрим что что у нас получится что у меня все двигается попробуем я делаю самым светлым цветом сначала прохожу от самого края но только самым светлым от самого края больше другие будут от серединки начинаться мягко растушевываю оставляем самый светлый участок без цвета вообще здесь добавляем капельку и все пока маркер свежий берем потемнее и добавляем опять же здесь в эту тень но не от края а уже вот отсюда с середины только не так делаем штрихи от середины к краю и оставляем их потому что здесь должно быть светлее чем внизу растушевываю немножко в другую сторону совсем слегка и у нас уже видно что появился такой намек на рефлекс добавляю сюда теперь 63 самый ответственный совсем стараемся делать вот эти штрихи по серединке вот этого темного по серединке темного участка тогда у нас получится внизу рефлекс а сверху свет и он будет как бы заворачиваться в идеале это все делать пока вот эти все слои не высохли тогда оно будет очень красиво смешиваться но я пока говорю я вижу что оно уже высыхает и уже будет много не так то есть вот это все делайте сразу по сырому то есть чтобы эти предыдущие два слоя еще были сырыми опять же кстати если у вас есть более холодный цвет розовым прям совсем холодный его также можно было бы здесь сделать им рефлекс точно так же как здесь такой относительно сложный момент с рефлексами но он обычно вот такие рефлексы дают очень красивые как бы это сказать делает цветок очень таким воздушным но главное не перетемить сюда добавляем еще тень более темный участок и светлым намечаю вот этот свет совсем слегка оставляя опять же вверх не закрашенным и сто четырнадцатым намечаю вот эти участки которые у нас остались без цвета я в принципе их намечаю условно просто чтобы как бы чтобы они были так у нас по сути получилось общий тон мы сделали давайте еще закрасим вот эти здесь свет он переходит наверх то есть совсем слегка не затемнять и опять же здесь здесь маленькая тень сюда переходит тень можно немного затемнеет но совсем чуть-чуть будет видно как высохнет насколько насколько она темная получилось но надеюсь что все хорошо я думаю что мы сейчас еще затемнем сделаем более насыщенными вот эти участки то есть светлая основа у нас уже готова сейчас нам осталось просто расставить самые темные места акценты и подтянуть подтянуть какие-то места под них если если нужно то есть светлые по сути мы трубить вообще не будем вот эти вот эти вот эти может где-то в тенях только но на свету они уже останутся такими как есть потому что уже тона более чем достаточно как для как для света так тени мы будем делать давайте начнем наверное с самого темного пятна вот этого участка сделаем его и от него будем идти уже более светлые берем r92 так r92 вот он и опять же слегка от края и внутрь рисуем вот эту часть дальше беру сто четвертый и делаю краю как бы в другом цвете и более светлым там на фото кажется что оно абсолютно равномерно залито но я бы сделала вот так потому что это добавит ощущение объема как бы нам не надо следовать след потому что мы видим на фото то есть мы можем добавлять что-то свое беру r45 чтобы сделать немного холоднее вот это все и соединить два цвета это сто третий самый самый край ну вот теперь у нас это пятно самое самое яркое самое яркое на работе берем беру сто то r104 и вот добавляю вот в эти участки теперь хотя мне уже нравится так без этих темных участков но если мы их не добавим у нас останется на такая более менее плоская потому что у нас такие мягкие мягкие переходы нет совсем той глубины которая есть на фото так сто четвертый и шестьдесят третьем немного дальше растушевываю и сто пятнадцатый и немного расходится цвет нужно будет еще раз его закрасить совсем совсем немножко так обозначаем в общем все участки вот здесь по внутренней части то есть стараемся сделать вот эти темные которые куда сходятся лепестки они у нас такие более оранжевые я беру для растушевки о 14 чтобы оно смотрелось более таким желтым дальше точно так же делаем вот эти темные в общем все в общем все получается все в общем все и здесь у нас лепестки сходятся кстати вот видите сейчас появление вот этих более темных вот это место которое сначала казалось таким очень насыщенным и прям перебор она сейчас такое более мягкое такое как должно по сути быть так беру о 25 более оранжевый и обозначаю вот эти переходы здесь у основания тоже добавляю такого оранжевого цвета немного по сути подводит тень но и добавляет тона шестьдесят третьем подправляю вот здесь тоже делаю насыщение и по-хорошему было бы сюда зайти но не хочу потому что сделаем хотя если сделать хорошую растушевку здесь у основания тоже темнее беру шестьдесят третий и сюда у основания лепестка добавляем а а а а а а а а так остались у нас еще не закрашенные точнее и растушевываем вот эту границу сюда совсем свет беру r114 потому что здесь такое более насыщенное место и а и и и и и и В 74-м прохожусь по глубоким теням, то есть не настолько глубоким, но все-таки теням. И сюда тоже его добавляю, чтобы передать больше воздуха к второму липистку. Вот теперь за счет того, что здесь такой темный цвет, вот этого градиента, который мы рисовали, практически не видно. Вот. 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 Подчеркиваем еще вот эти тени. Самые темные тени, которые есть. Вот. 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 Это R45, более насыщенный розовый. Это Р45. И добавляю его сюда тоже. У нас это место остается каким-то более светлым, чем должно быть. Так уже больше похоже на то, как должно получиться. По сути, это итоговые штрихи. Продолжение следует... Здесь такая тень. И нужно оставить рефлекс. Вот тогда такое место получается. Видно, что лепесток туда уходит, но все-таки он заворачивается. И, кстати, видно тоже сейчас, что здесь уже тоже не хватает тона. И добавляем еще сюда на вот этот первый лепесток. Совсем слегка, чтобы подчеркнуть вот эти вот темные... Относительно темные участки, чтобы было видно все-таки, что он заворачивается. Но делайте это осторожно, чтобы не перетемнить. Так как все-таки на фото кажется, как будто на этом лепестке практически ничего нет. По сути, я думаю, что практически мы закончили. Думаю, да. Думаю, что, наверное, уже все. Потому что доводить вот эти места все и делать идеальную картинку можно до бесконечности. Но если мы все-таки делаем скетч, то есть в любом случае, хотя это такой у нас длинный скетч получился, но тем не менее, если мы делаем скетч, то есть нет смысла делать, прорабатывать прям каждую прожилку. Вот, так что... Так что я думаю, на этом все. Еще здесь такой момент подведу, и здесь он заходит сюда. самым светлым цветом. Просто оттеняю и, наверное, все. Это R114 сейчас. Просто чтобы показать, что эти лепестки заходят за вот этот большой. Вот все. Такая у нас получилась работа. Мы, по сути, не использовали в работе пару еще оранжевых цветов. Но все, что было показано, мы сделали. То есть у нас получилось передать объем. Я надеюсь, что у вас получилось точно так же или даже интереснее, красивее. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, спрашивайте. Я буду рада вам ответить. Спасибо вам большое, что рисовали вместе со мной. Спасибо. Спасибо.